Мастер-класс Как у нас будет проходить мастер-класс? Сначала мы потренируемся, попробуем все предметы. Потом итоговое, что я бы хотела, чтобы в конце было, мы возьмем бумагу, потому что все-таки поэзия для нас воспринимается как что-то старое. Я вот составила бумагу, и то, что в вашей душе откликнется, я бы любимые стихи вам распечатала, какие-то свои принесла. Может быть, вы просто имя напишите, и потом мы высушим, запечатаем и сургучом сделаем. Да, чтобы у нас это было как послание. Послание себе, послание кому-то. Скорый день у Валентины, может быть. Для нас главное понять, от чего мы в результате откроем в себе внутри, через инструменты, которые мы будем пользоваться сегодня. Наши действительно желания, потому что некоторые свои корни мы будем знать, потому что мы все смешанные, намешанные. Вот выкрашенные блондинки, я же тоже, а что там внутри, почему мы хотим в блондинку идти, а кто-то наоборот хочет там, да, какие-то... Это же тоже все в нас внутри сидит, вот эти вот корни. А корни, они открываются через тем, что ты пользуешься, потому что настолько кот глубоко у нас сидит, что он выходит наружу. Когда ты берешь инструмент, то, что вот даже через предков нам передается, мы этот инструмент начинаем сразу чувствовать. Потому что у нас привыкла рука, она так сформировалась. Нам предки это дали. Вот, у нас сформировалось мировоззрение, миропонимание. Оно складывалось веками, потому что инструменты древние, они столетиями оттачивались. И мы под это подтачивались, наш мозг, наше тело, оно под это подстраивалось. Нашему современному инструменту очень мало времени, потому что вот я уже не застала, когда перьями, например, писала, да. Но моя мама писала в школе. То есть нашему инструменту, которому мы сейчас пишем, ручки, очень мало времени. То есть и мы никак не можем адаптироваться. Борьба за красивый почерк у нас просто какая-то сейчас началась. Это на самом деле борьба десятилетия. Двадцатилетия. То есть вот как вот вошел этот инструмент, так началась эта борьба. Раньше никто вот так не загонялся. Не было такого. Вот мы сейчас почувствуем, почему. Значит, начнем мы с восприятия. Вот я вам распечатала ваши имена на разных языках, разным способом написанные. Это написание, оно диктовалось инструментом в том числе. Потому что вот вы возьмете инструмент, вы поймете, что вот именно так вы сможете написать чем-то другим. То есть есть ограничение у каждого предмета. Оно нам диктует из-за этого саму технику написания. Так, вот начнем мы с бересты. Раньше были писала, они деревянные были. Вот попробуйте на бересте написать вот так как-нибудь. Скорее всего у вас не получится. Это береста, да, вот вы берете, вот вы русский человек. Вот, к слову сказать, поэзии на бересте не находили. Вот у нас поэтичка... Потому что задолбаешься. А, да, задолбаешься, так. То есть мысль, она даже не хочется... Очень много находили каких документов финансовых, купцы писали. То есть что-то важное, что-то нужно записать. Под рукой было, а что под рукой было? Полену было под рукой. Да-да. Вот, фактически никто же ее не запасал. То есть ты содрал с того, что у тебя есть. Не на этой стороне писали вот. Вот попробуйте, что-нибудь вышкрибывайте. Нет, вот на этой. Это мягче сторона, это внутренняя. Вот. Ну вот попробуйте. Просто, да, как будто на заборе. И вот когда вы пошкребываете, вот вы подумайте. Вот у нас есть два шрифта. Вот у китайцев есть иероглифы, допустим, да? А у нас есть печатные и письменные буквы. А они палочками или ножичками? Да, вот вопрос. Затачивали палочку. Называлась писала. Вот сейчас заточена эта палочка, вот она у вас. Сережа? Да. Ну что, вот много, долго, много, упорно не будете. Да, Жиж? Да, ну нет, конечно. Так, а теперь мы возьмем очиститься, да, хочется? Грязно, ссорно. Вот. Все, наслаждаемся. Теперь берем перышки. Вы можете сами выбрать, девочки мои, выбирайте. Потому что это очень важно, какое вы перо выберете. Я потом все расскажу. Они все одинаковые, мне не принципиально, да? Вот вам кажется, что одинаковые. Нет, вон, не то, что я решала высказать. Все, вам все равно, да, вам придется приспосабливаться. Вот, так. А ты тут выберешь, выберешь. Выберешь. Я не так пью. Я вообще писать не люблю. Хорошо. Вот смотрите. Вот видите, они все разные. Вот. Значит, вы выбрали перо павлина. Перо павлина притягивает к себе людей, которые хотят, вот они не чувствуют, что они раскрыты до конца. Им хочется блистать больше. Только есть. Ну, это психология. Дальше. Вот смотрите вид разных перьев. Вот это вот и вот это вот отличается. Вот каким писали на самом деле. Чем? Вот этим, наверное. Да, то есть вам хочется жизнь-то украсить свою. Да, то есть вы хотите украсть. А это вот я, например, практик. Нет, вы все разные. То есть вы понимаете, то есть вот вы... Каждый выбирает. Вот я специально это делаю, да. Делали перьи, из чего раньше? Значит, вороны, павлин и гусь. Потому что вот эта вот остина очень жесткая. Посмотрите, видите, вот какую сложную форму нужно будет. Форма, да? Вот смотри, да, ты снимаешь. Вот она форма. То есть это практически... Ну вот сейчас как пластик оно похоже, да? Вот она должна держать вот это тонкое. Да, у всех разные. Вот. Поэтому это было где-то третье перо. Не каждое перо идет. И оно, вот, оно именно отвечает за полет. То есть оно удерживает... На него самая большая нагрузка в крыле. То есть когда птица летит, на нее самая большая нагрузка. Дальше перо изогнутое. Ну вот как раз у нас левша. И брали из левого для правши, и из правого для левши. Да. Для того, чтобы она легла. И вот вспомним современные ручки. Я вот дала всегда. Вот у многих проблема, никто не задумывается, а почему она прямая. Сейчас мы из пластика можем сделать все, что угодно. Эргономические ручки есть. Они кривые. Есть эргономические ручки разных форм. Да, есть, которые с утолщением. Есть с утолщением. А это утолщение, это фактически тоже способ сделать этот изгиб. Понимаете? Вот. Вот она вот в руке. Видите, как ложится? То есть она... Вот ваш пальчик, повторяю. Она легла в ложбинку. То есть она настолько идеально лежит в руке, что вы... Вот все. Дальше попробуем вот в воздухе сделать то, что мы хотим пером. Вот что вы хотите? Какое движение? Так. Вот. Помахаем. Ну да, основном это вот какие-нибудь... Вот. Вензеля хочется. Ага. Вот видите, они вензеля. Они же... Вот вы еще не писали. А вензеля вам уже хочется сделать, потому что это легко. Вот они откуда. То есть буква, она рождалась символом не просто так. Вот оно. Вот ты хочешь вот так, и тебе хочется вот так, и вот так. Вот. Дальше. Перед вами разные типы языков. Вот. Наверху самый... Это наш язык. На чем он основан? На отображение звука. Что такое звук? Это волна. Вот. Вот. Вот сейчас мы первое, что сделаем, я сейчас дам вам всем чернила, это мы просто нарисуем разные виды волны. Вот. Потому что звук – это волна. И буквы рождались, вы сейчас увидите. Сколько букв в этой волне уже есть. Просто есть. Вот звук, да? Слышите? И вот теперь мы вспоминаем слова, которые мы уже смысл не понимаем. Скрипеть мозгами. Скрипеть. Скрипеть в плане думать, мыслить. Вот оно откуда. Вот мы откуда скрипим-то. То есть раньше, когда ты мыслишь, ты пишешь, и ты скрипишь. Потому что твой инструмент скрипит. И есть еще скрипали. Да, есть такое слово. Вот оно как бы переводится в древние тексты. Но их чем писали? Тоже скрипели. Это же мозг, наверное, вообще сломать нужно, чтобы… А, пусть я с каждой перо по-разному пишут? Да, здесь все пишут по-разному. Есть потоньше, потолще. Вы можете взять любое и попробовать, какие перья разные. Сейчас мы про это будем разговаривать. Так. Попробуем теперь писать слева направо. Вот, вензеля уже хочется, да? Помочитесь, помочитесь. Я всю жизнь с вашим пролома. Так вот, значит, вообще, с чего пошло справа налево? Правописание. Право – это правильно. И справа налево, да? Правописание, значит, наше основное поклонение русского народа, славянского – это солнце. Солнце встает справа налево. Все движение правильное мы воспринимаем справа налево. Вот сейчас современный инстаграм, если вы, например, делаете пост, такой до и после, где вы до поставите? Справа или слева? Ну, мусульманнич, пишешь, слева направо. Вот сейчас будем разговаривать. Не терапевты. Ну, и спо слева, после справа. Потому что справа, вот, у тебя мышление другое, да? Не знаю. Основное, вот, я тебе говорю, это другой способ мышления. Вот сейчас будем все восточные корни поднимать. Ого. Славянские корни, да. Это очень чувствуется. Это, кстати, есть несколько способов проверить корни, не делая генетический анализ. Это показать, например, цифру 3. Вот, покажите цифру 3 руками. Просто. Так, 3. Нет, вот как 3, 3. Ты покажи. Вот. Вот так. Никто не хочет показать? Я бы так показываю. Ну, это немецкие, западнославянские корни. Да. Фамилия Стефана. Стефан, то есть. Вот. Это вот, Прибалтика может так показать. Прикольно. Вот. Так сложнее просто. Надо задуматься. А я еще раз говорю, девочки мои, у нас все, наше строение, наше мышление, оно глубже. Оно проявляется через жесты. Да. Два. Вот так. Ну, по факту вот так легче показывается. Ага. Ну, вот так вот легче, потому что... Вот. И письмо. Письмо очень сильно определяет вот это вот мышление, потому что предки писали изначально. То есть правое писание справа налево. Это Солнце. Вот. Это движение Солнца. И правильный путь, правильный путь. Это когда ты идешь тоже по Солнцу. А что только... Чем путь от дороги отличается? Путь... Ну, вот это... Нет. Нет. Путь... Это следование... Путеводная звезда. Почему она не дорожная звезда, а путеводная? Путь справа налево. Дороги делались вдоль рек. Изначально слово «дорога». Га – это нога. Га – двигать, дорога. Значит, движение. Дора. Ты идешь на Солнце. Дора. Дора – нога. Ну, до рога. Ногой идешь до Солнца. Вот их протапливают. То есть ты не можешь подняться против течения. Все эти... Репь куда текут у нас? Кроме нескольких реп. Соответственно, да. Против течения, чтобы пройти против течения, тебе нужна дорога. По течению ты сплавляешься вниз, вверх по дороге. А пути – это поперек дорог. Пересечение пути и дорог. Пути дороги. Песня по этой. Пути дороги. Зачем нам? Пути дороги. Два разных слова у одного и того же понятия. А путь – это движение за звездой, в том числе за Солнцем. И все звезды двигаются. У нас на самом деле не звезды двигаются, а что двигается? Земля. Она вращается. И мы видим вот это вращение через движение звезд, да? Через движение Солнца и других звезд. Поэтому правописанию мы пишем, мы считаем, что так правильно. Дальше. Наш инструмент мы взяли в руку в левую сторону. Неудобно писать? Неудобно. Ну тебе удобно, ты левша. Ну да. А ты право возьми на руку. Потому что затираются буквы. Это чисто грязно, да? То есть ты начинаешь, когда писать в другую сторону, ты стираешь текст. Да. Ты будешь всегда грязным. Да. Поэтому справа налево ты не будешь испачкан, ты не сотрешь текст. Вот. Когда ты пишешь правой рукой. Давай, если пробовал, конечно. Так, дальше. А почему же писали... Вот мы сейчас карабское письмо пройдемся, да? Быстро уже. Почему они писали лево? У них значения Солнца нет. Что у них полумесяца? Да. Потому что, на самом деле, чем южнее, кто вот в Египте был, там, вот мы там приезжали купаться. Мы в пять часов хотим искупаться, они нас гонят оттуда ночью уже. У них ночь имеет значение больше, чем день. Для них луна важнее. День, жара, испепеляющий, ты от Солнца прячешься, оно для тебя... Для нас эта мать, ну, она нам дает урожай, да, там все выжигает. Значение луны больше. То есть, соответственно, мы не воспринимаем движение справа налево, как основное, как важное. Это первый момент. И второй момент, который чаще всего вы найдете, как вы, если загуглите, это то, что... Вот возьмите, вот сейчас положите инструмент, возьмите в правую руку молоток. А влево вы выбиваете руку на камни. Вот так вот, вы же видите, что вы заслоняете. А вот так. Ну, вот вы и работаете. То есть, слева направо, работая молотком, вытесывая камни, в лиан удобнее писать слева направо. И так как в основном, вообще, что такое иероглифы, это святые, святое слово, святое описание. То есть, ну, как бы, вытесывали только то, что важно. То есть, слова, реченные на камне, они важны. Поэтому, во-первых, слово больше значения придавали, лишних слов не писали. Мы можем увидеть, сколько угодно написать своим инструментом. А высечь было тяжело. И поэтому сложилось, что буква слева направо, это правильное уже письмо для них. Понимаете? Аероглифы стали писать как угодно. А греки, кстати говоря, они писали на воске, когда они на пергаменте, они писали вот так. То есть, они не прерывали словно. Да писали до правой, пошли налево, а потом вот так. С змейкой такой. То есть, когда аероглифы, которые идут пиктограммами, как правило, они выстраиваются в столбцы. Египетские тексты тоже столбцами. То есть, картинки выстраиваются в столбцы. Мы сейчас, кстати, возвращаемся в наш инстаграм. Мы смайлики пишем, мы тоже сейчас, в принципе, уходим в пентаграмму. То есть, текст читается столбцами. И иероглифы. И считается, что, например, в вывеску удобно писать иероглифы. Так, давайте перейдем к поэзии, к великой нашей поэзии. И будем уже почерновичили. Вот, еще листы нужны для черновиков. Теперь попробуйте написать свое имя. Отзошлась, да. Вот, так, смотрим на волны. И теперь, вот в наших волнах, какие буквы вы сразу видите? Ж. Е, Ш, Л. То есть, звуковая волна. И сразу мы через звуки воспринимаем. То есть, ничего выдумывать не надо. Вот он идет, звук. То есть, мы чувствуем звук, что он и так идет. Мы внутренне его чувствуем. Мы его воспринимаем. Мы ушами его чувствуем. Наш мозг знает, что это волна. Только просто, во-первых, знания терялись, да. То есть, мы сейчас все чаще говорим, там, наши предки, да. Они там, и великие календари у нас, и там, и исчисления, и азбука. Все. А что-то мы забыли. Вот, все идет через звук. Вот видите. То есть, основные буквы, они все уже... Это самые простые элементы, которые, опять же, можно написать пером, да. И опять, они заложены внутри нас. То есть, звук через вот это вот написание простое, это было как бы естественной формой передачи на звука. Потому что все, что мы пишем, мы пишем звуки. Мы хотим... Слово – это звук, только согласованное, да, слово. Дальше. И, соответственно, отсюда уже пошли комбинации. То есть, мы думаем, а вот наверху петельку мы сделаем, а внизу петельку мы добавим, да. То есть, В, Д, А, вот эти вот, У. А все идет из звуковых волн. Вот. А вот мы сейчас будем в китайский больше когда погружаться. Они идут от картинки. Я покажу, как формировались иероглифы, чтобы уже понять совсем другой принцип написания и почему так. Да, так, ну, показывай. Попробуйте написать свою линию. Попробуйте. Теперь вот пером мы уже вот эту вот стадию... Себе будете сохранять? Коляки, маляки. Да не, зачем мне нам надо. Как хотите, ну, кто знает. Может, ты из этого инсталляцию сделаешь и в рамку поставишь. Я не знаю. Ну, такое. Сотременно это что-то. Да. Это все, что хотите. Перо хотите другое попробуйте. Потому что перья есть толстые, вот более широкие, есть более тоненькие. Вот. У нее павлина не обезла. Вот, видишь, я же говорю. Понравился писать, да, широким? Оно чуть пошире. Это по-другому, уже, вот сейчас, пока мы пишем имя, я буду уже рассказывать про поэзию, да? Наши все-таки поэзия, вот это все подготовить. Если кому-то нужны шрифты, то вот буквы. У меня тут синий павликел. Каким образом? Где наш великий? Не знаю. Что-то еще. Синий павликел. А, это ты синий павликел. Так, синий павликел. Когда мы думаем... У меня синий, но как это произошло? Когда мы думаем о поэтах, какое слово мы обычно применяем к стиху? Что можно... Вот стих можно придумать, например? Ну, да. Нет, можно придумать сюжет. А стих можно сочинить или написать. То есть, ну, вроде можно сказать, что я придумал стишок, но это на уровне незнайки когда, да? То есть, какой-то придумал стишок. Да, я придумала, да. Все-таки стих мы сочиняем. Если мы сочиняем, то мы что чиним? Со-чиним. Чиним что? Смысл мы чиним. Да? А если пишем, то чем, да? Правильно? Я попробовала... Основные все-таки поэты у нас с кем ассоциируются написанный стих. Написанный именно. Не напечатан, а на напис. Конечно, Пушкин, Лермонтов, Есенин уже меньше. Хотя у него есть стихотворение про перо, такое кратенькое. Вот. Но он уже писал не гусиным пером Есенин. Уже был век стальных перь, вот так же, как Пастернак. И вообще все, кто... Серебряный век, это весь у нас все уже... Вот такие вот уже инструменты. Мы с ними тоже познакомимся. Вот. Так. Красиво получается. Прямо красиво, да? Хочется написать свои имя. Так. Вот мы смотрим. Пиши на какую-то лапы жаловую. Тетрадки школьные покажу. Это обалдеть. А вот как раз-таки... Вот обалдеть, потому что другой инструмент. Очень красиво. Этим инструментом не нужно учиться писать. Красиво. У тебя выводится строка сама. То есть ты не прикладываешь усилий совершенно. Тебе хочется... Вот это вот все красиво, оно у тебя сразу получается. Вообще нет. И как... И... Сразу даже. А ты поменяй перышко, попробуй другое. У нее тоненькое перышко, у тебя толстое. Поэтому у тебя... Вот эти вот, оно предназначено как раз... Радкость и сестра таланта. Да. Подобрость попробовала и отложила. Для другой техники письма, ну да, значит. То есть широкую вот эту полосу с переходом в тонкую. Оно предназначено писать. Попробуй тоненький. Попробуй. Под себя перо. Так вот. Перо очиняли. Значит, откуда я брали перо, мы... Я уже сказала, да, то есть это крыло, все. Теперь как его подготавливали? То есть его нужно было выпарить, аж немножко ощипать и очинить. То есть вот эта вот готовка пера начинается, называется очинка. И слово очинить у нас уже исчезло, потому что оно не воприходит. Каждый день очиняет себе перо. Правильно? А вот слово, которое осталось и немножко изменило значение, это перочинный ножик. Что такое перочинное? Это перо чинить. И сейчас для нас перочинный ножик, это складной ножик, в основном туристический. Но даже в нем остался вот такой маленький ножичек. Вы видели? У вас не возникал вопроса, а для чего он? Смешно? Нет, у меня все идет не так. Вот, промокашечкой. Да, оно просто... Промокаешь, и оно вообще не идет. А потом просто пятно у меня получается. Нет, это я сейчас... Я поняла, да. Тебе так и хочется вывернуть. Очень. Я тебе, знаешь, что скажу? У тебя нога не болит? Ноги не болят? Ну, колени болят. Колени болят. Вот оно тебе тянет руку. Прекрасно. Это абсолютно сверху. У меня есть... Прекрасно. Я с детьми, когда делаю, я для детей, есть диагностика по письму. Не думайте. Я вот все тело могу вам продиагностировать, где у вас что болит, как вы пишете и как ручку держите. Давай. Вы сейчас держите перо. Вот смотри, видишь, как она прижимает. Вот ей настолько неудобно. Смотри, как она держит перо. Прижимает. Надо вот так, да? Нет. Потому что нет? Нет. Не так. Смотри. Вот это видишь, как ты прижимаешь? Ну, чтобы не испачкаться. Вот так. А так она не прижимает. А это говорит о том, что у тебя шеюшка. А, да. У меня шея болит. Ну, вот. Пока. Так, давайте прислизывай. Ванга, Ванга. Скажи, что ты со мной? Ты правильно, кстати, держишь? Да? Да. Ты правильно, ты достаточно гармонична. Знаешь почему? Потому что психологически уравновешена. Да. Да. Это в почерке у тебя и в том, как ты держишь перо. Я не типа смеялась. Встала вы, что ли? Я тут челла. Она, наверное, домой спешит. Так, смотрим на произведения наших великих. Да? Вот, конечно. Во-первых, то есть у меня, конечно, не в формате. Это вот письмо к Пушкину, знаменитое, я вас люблю. Да? Чего люблю. Да, я помню чудное мгновение. Я помню чудное мгновение. Это знаменитый стих. Он же его подсвещал кому-то, соответственно, он должен был, у него, наверное, есть черновик, но есть беловик письма. И, соответственно, он его написал. А вот посмотрите, теперь вот ваши буквы и его. Он же написал его на листе. Формата А4 не было, но приближенно он был. Блокнотный формат, большого формата. Вот так вот маленько. Я попробовала, не думайте, если вот вы сейчас. Он берег. Вот, то есть вот я своими перьями. Вот я попробовала. Вот попробую теперь написать так же, как Парин. А вы, ну, вообще-то, письмо. Вот, я помню чудное мгновение. Давайте хотя бы одну строчку. Вы попробуйте, вот написайте. Да, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Вот мелко-мелкого там, да? Да, вот попробуйте. У меня вот есть мой написанный. У меня на снизу папа такой мелкий почерк. Вот. Он пишет, что ты тут. Девица. Сможем ли мы так же, как Пушкин, написать? Не знаю, не слышала стопудово, нет. Никто не может написать одинаково. Вот, вот у меня... Нет, я имею в виду так мелко. Вот у меня вот Пророк, вот я переписала его стих Пророк, вот уже у меня, мне кажется, получилось помельче. Вот, но я Пророк писала, то есть вот это я писала гусиным пером. Посмотрите, вот разница у меня. А вот это я писала вот этим пером. Звездочкой, по-моему. Вот этим. Вот этим пером. То есть вот это написано вот этим пером. Вот. Посмотрите, видите, разница. Попробуй. Это уже крупно. Ну, еще одну строчку попробую. Еще мельче. Значит, мелко получится только как? Ручкой. Только если у вас очень тонко заточено перо. И вот вернемся к перочинному ножику. Почему нужен был перочинный нож? Перо чинить. Во-первых, он должен был очень с хорошей стали, чтобы тонко заточить перо. Ни один человек, который вот творческий уж точно, и это есть и в биографиях, не давал никому зачинять перо. То есть он покупали заготовки, и человек сам себе отчинял перо по то, как он желал. Потому что для него это важно. Вот. И перо должно быть, вот, ну представьте себе, отчинить перо вот очень тонко. Должно было быть тоненькое, маленькое, и его ты с собой должен носить всегда, потому что вдруг тебе перо нужно подчинить. То есть подточить. Оно вот сломалось, оно же ломкое. Вот. Тебе захотелось перо починить. Он у тебя должен быть с собой. И потом уже во времена войны тоже технологии складывания, как бы складывания, принципы складывания перочинного ножа, уже стали добавлять ножи, да? И уже он стал у нас как туристический. Вот. Поэтому важно очень было отчинять перо. Дальше. Когда появились стальные перья, то именно писатели и поэты сопротивлялись им очень долго. Вот сейчас вы попробуете металлические писать. Почувствуйте разницу. То есть у человека была возможность перейти с пера на металлическое перо, он не переходил. То есть вот этот момент. Так же, как потом, когда переходили с пера на авторучку, тоже люди сопротивлялись очень долго. Многие школы сопротивлялись. То есть сразу полетел почерк у всех, когда стали вводить. А автоматическая ручка у нас как появилась? Она появилась благодаря пилотам. Чтобы брать с собой, летать и как по чернилицу возьмешь. То есть это изобретение, которое нам подвинул прогресс. И потом она стала внедряться. Но быстро писать, и у тебя слетал почерк. Потому что у тебя инструмент не заточен под ручку и до сих пор не заточен. Он требует нажима. Это напряжение в руке. И, соответственно, у нас идут сутулы и спины у детей сейчас. Потому что этот инструмент, там шарик. И шарик нужно на него нажать. Если вы хотите тонко писать, вот перестаньте стараться. Ведь Пушкин писал легко. Самый вообще не давить. И у вас должен быть очень легкий. Вот вы сейчас попробовали. А теперь попробуйте прям то. Вот прям вот как будто вы летите. Так вот. Я помню чудное га... То есть представьте полет мысли. И по-другому теперь напишите. И у вас... Если бы они писали, они не пишут, блин. Хочешь свою? Да, попробуй другой природ. У меня ужас какой-то. А ты попробуй, давай. Это же другой природ. Попробуй. Так, а здесь у нас какое-то... То же самое. Так же макаешь. А они не пишут. Вот. И вот попробуйте теперь мелко. Ведь, во-первых, значит, когда вы посмотрите рукописи поэтов, то вы увидите две вещи. Во-первых, нет развиновки. То есть вот я почему даю вам эти листы. И при этом, да, просто пиши. Нет, я не буду из дружбы. Все, все отлично. Нет, нет, все правильно в ямке. Да, в ямке. Вот. Нету разлиновки, при этом строка, видите, как ровно держится. Ну да, вот это очень странно. Бесит. Нет, это не бесит. А вот вы сами сейчас пишите. Вот вам требуется разлиновка. Вот когда пишешь перрон, то строчка держится сама. Вот вы чувствуете вот это? Чувствуете? Нет. Нет. А ты не лизаешь? Чувствуешь? У тебя прям ровно. Вот. Что ты себе... Ты себя в чем ущемляешь, расскажи мне? В чем ты всегда себе уступаешь? Я? Да. Ты пишешь на маленьком квадратике, хотя можешь взять целый лист. А тут, чтобы можно было сравнить? Ты... Вот ты хочешь поместить... Это психология. Как мы пишем? Ты хочешь поместить в маленькое пространство, во время, в пространство, в максимум. Очень. Хочу. Очень хочешь? Очень хочешь. А зачем? Что я все вступил. А-а-а. А ты куда еще торопишься? Это привычка все вмещать. Да. Это привычка. Вот она выражается. Посмотри. У меня мало свободного времени. Да. Да. Есть люди, которые начинают из-за этого строку... Вот она не помещается, а они вот сгибают там... Это же так делаем. Да? Делаешь так? Нет. Вот, вот она твоя. Вот, бери сколько хочешь на стол. Заполняй пространство. Расширяй свое время. А не вдалбливай вот пространство. Нет. Вот это вот в этом кусочке. А следующее в другом. Унимай. Я не могу тебе это... Я не ломаю психологию, я тебе только констатирую, да? Вот такие вот вещи... У меня сразу почерк поменялся. Мне кажется, комфортнее. Комфортнее. Вот видишь? То есть, о чем это говорит? Что инструмент для человека имеет значение. Вот кто-то ушел на металлический перьет, и они вытеснили в результате. А почему вытеснили? Оно долго служит. Оно не ломается, да? Вот. А попробуй вот этим еще пописать. А что вот это для чего такое? Это же... Когда начали вводить перо, то вот это вот не закрывает руку за счет своего изгиба. А вот это вот... Из-за чего дети сутулиться в основном? Заглядываются. Они заглядывают под буквы. Они не верят, что у них мозг пишет. Потому что человек, когда уже расписывается... Ну, в принципе, можно не смотреть, что писать. Можно писать. У меня есть техника, я про нее рассказывала, корректировки почерка. Называется «Слепое письмо». Я к вам же... Нет. Ну, вот я для детей делаю, когда вот... Это в детстве. Вот. Вы пишите мозг. Вот сейчас закройте глаза и напишите строчку. Для тестирования. Вот. То есть, да-да. То есть, вот это вот для того, чтобы не закрывать буковку. То есть, ты все видишь, она с изгибом это... Но она требует большего нажива немножко. Потому что у тебя центр тяжести смещен у пера. Угу. Так. Никто еще не хочет методического... Ну, я вот тоже, давайте. Создаваю. А мой камер... Они разные. Что делать с ним сейчас? Сейчас... Вы написали? Лучше его расписать, чтобы закончилось. Вот как раз розчерки делали. Почему? Розчерки. Чтобы закончилось чернила. И чтобы не просто делать розчерки, а сделать их красивыми. Красивыми. Я, кстати, вот сейчас... Вензиллечки. Вензиллечки, да. Вот у меня вензиллечки. Вот здесь вот есть. Вот. То есть, мы когда захотим, мы можем какой-нибудь вензиль потренироваться. Я пыталась. Да, да, отлично. Пенопластный. Вот. Терпеть ему. Пенопластный. И, кстати, вид вензиля тоже о многом говорит. Ну, мы... Сейчас... Ну, психологию этих нужно тогда. Да, это уже... Это целая большая тема. Если интересно, это целая отдельная тема. Пару, конечно. Но почерк же анализирует. И, соответственно, как ты врачи делаешь? Почему у врачей плохой почерк? У врачей, во-первых, плохой инструмент. Они не хотят выдать свои мысли. Никто не... Потому что они их маскируются. Но они это делают подсознательно. Потому что, во-первых, они не знают до конца твой диагноз. Почти никто не знает. Ну, это правда. Так, ну что, попробовали, да? Да. Давайте переходить тогда, да. Берите. Дальше, девочки, вот у кого... Кто визуалы, я взяла листы разных цветов. То есть, если вам не хочется белый лист, вы можете взять любую. Ай, загорелись. Давайте. Выбирайте абсолютно... Такие девочки. Вот, да. Вот у меня есть другой, желтый, зеленый, розовый. Какой хотите, берите. Можно два. Сколько угодно. У кого разрешение, спрашиваешь? У самой себя, да? Тебе мало их давали. Попробуй, попробуй. Во-первых, они все разные. Видите? То есть, есть пошире, есть потолще. Да, есть по это самое. Вот. А это вот паркер вообще называется. Паркер. А, это пилот, пилот. А паркера нет? Не знаю, не вижу. Это вот очень хорошая ручка. Так, чем стали отличаться вот эти вот ручки? Они... Вот вы пишете сейчас тушь. А это чернила. Чернила немножко другая структура. Хотя, если баночки рядом поставишь, не больно это различишь. Теперь... Вот я писала разными, например, вот этими передними. Перо иногда хватает на две-три буквы. Вот. Вот эти перья очень экономичные. Они их на строчку целую хватают, да? Если, кстати говоря, вот вы посмотрите, вы увидите, вот вы сейчас уже попробовали пером писать, что первые буквы более жирные. Я предполагаю, что он писал строчку, макал. Писал строчку, макал. То есть, это прям видно. И к концу заканчивается. Видите, да? То есть, инструмент нам теперь объясняет, а почему так? Выглядит строка. Почему она неровная, да? Потому что вот... А если вы берете уже такой... Да, да. То есть, ты начинаешь у тебя первая буква более жирная. И это что просит? Это просит сделать первую букву какую с вензелями, чтобы побыстрее вот этого. Потому что если ты уйдешь на строчную букву, то есть тебе хочется побольше потратить на заглавную букву не только потому, что ты хочешь ее украсить, а чтобы у тебя дальше строчные буквы возможно было писать, иначе они станут нечитаемыми, да? То есть, они зальются тушью. В чем-то странно. Я вот сюда макаю как бы... Нет, нет, нет. Ты почему-то красно макаешь? Так оно вообще... Надо подождать. Она может засохнуть, да. Вот, видишь, вот она начала писать. Нужно подождать. Их нужно расписывать. Вот. Вот попробуйте пиши. Вот. То есть, вот этими перьями получается, вот видите, у меня практически нет разницы, когда я макала. То есть, здесь не видно. Я здесь и в среде строчки, а в пере это очень видно. Вот. Поэтому заглавная буква вот такая вот. Видите? То есть, вот мы смотрим стих. Это вот реальный, да? Ну, их в интернете можно найти. И мы видим вот, что... Как вот этот инструмент повлиял на восприятие этого стихотворения. Совсем все по-другому. Вот. То есть, писать подстрочно, очень мелко. И без разлиновки. Так, дальше. Углубимся. Сейчас вы будете пока... Так, это китайская. У нас калам-1. Пишите, да? Значит, у нас калам-1. Мы его будем по кругу. Я пыталась заказать, но у меня все время какие-то... Это вообще... Это мое. Да? Ага. Смотри, как красиво. Я выгружаю этого сятошку села. Вот. Вот, видишь? То есть, современный инструмент, он что позволяет? Черевилла подается автоматически. Хорошо это или плохо? Хорошо. Так. Есть еще какие-то мнения? Рассказываю. Это проще. Это проще. Да, мы идем по пути упрощения. Но, вот процесс... Почему маленьких детей лучше учить вот именно таким образом, да, пером? Потому что он... Во-первых, ты не будешь писать быстро. У тебя не позволят инструменты. Дети очень начинают торопиться в какой-то момент. Из-за этого страдает оформление каждой буквы. То есть, не закрепляется вот эта вот механическая память буквы. Второе. Когда вы отрываетесь, вы тренируете две вещи. Первое. Это глаза. У вас глаз отрывается от строчки, и вы его вот туда-сюда переносите. Потом это помогает, то есть, когда вы приучаете на стадии... Ну, сколько вы сначала? Одну-две буквки напишите. Значит, потом слово. Вы приучаете глаз туда-сюда вот этому передвигаться. Вот. И потом это помогает при списывании. То есть, когда вы переписываете текст, у многих проблема списывания текста. Вы уже у ребенка оттренировали. То есть, он за ручкой туда-сюда. Вот. А это он смотрит на тексты туда-сюда. Потому что основная проблема при списывании текста, называется тоже у меня такая большая тема, это уставание глаз. То есть, глаз не может вернуться в ту точку, от которой оторвался. Теряется строчка, да? И так далее, и так далее. И третье. Это отдыхает рука. То есть, вы... Вот реально. Какое вы упражнение хотите? То есть, вы реально... Третье. Да, если вы переходите на удобные, хорошие ручки, вы должны уметь отдыхать. Переключать глаза. Понимаете? Вот. Но вы этого не будете делать. Вы сейчас как засядете, и... И начнете строчить. То есть, вот это вот мнимое... А потом уж вы... Сейчас вообще уже какие ручки уже... То есть, на эту ручку нельзя нажать сильно. Уже расслабленная рука. А следующий прибор, который пошел за ней с шариковой ручкой, он еще ко всему тому, что вот я сейчас перечислила, мы не переключаем глаза, не отпускаем руку от письма, он еще добавляет и сильный нажим, потому что дети, начинающие писать с шариковой ручкой, они не могут расслабиться, они напряжены от желания такого, да? От своего. И, соответственно, у них идет напряжение. От этого идут проблемы с письмом. То есть, сначала нужно научиться расслабляться, получать удовольствие от письма. А потом, если после, например, вот перьевой вот такой ручки или пера гусиного, ребенок начинает писать после этого, он пишет расслабленно, он привык писать расслабленно, он не давит на ручку. То есть, вот эти вот нюансы, они уходят, да? Мы про них забываем. Так, теперь... Фух, я попью. Детям больше всего. Дети балдеют. Я почему приводите детей? Я не знаю, как дома. Вот, на самом деле, наше желание писать письмо пером у многих мам, потому что они в детстве не пописали. Вот. Все, что хотите, берите. Так, что вам нужно? А, вот она одна. По очереди, да. Так, сейчас мы возьмем... Кому-то останется кола называется первый, да? Нравится? Цветочки забили. Ты очень вдумчивая. Ты не торопишься, не исписал много листов. Лаконично. Все по-делу. Деловой человек. Так, теперь мы опустимся в великую... Погрузимся, опустимся, что-то я... В великую арабскую версию. Да? Вот так вот выглядит арабский стих. Лаконично. Я взяла, кстати, поэзию Амар Хаян, да? Такой на слуху. Рубай. Это вообще... То есть все четыре стишки. Ну, то есть все вот короткими стихами. Кто захочет, пожалуйста. Вот у меня сейчас есть стихи. Может, будем выбирать, когда чем-то, что писать в конце. Вот. А это лаконично. Вот я сейчас прочитаю. Лай собак не вредит облакам. Это стих. Мы не можем услышать... Ну, то есть перевод. Я думаю, что этот как-то все... И вот когда вот читаешь вот короткий стих. Я никогда не жалел в то время, когда я молчал. И поистине я жалею о тех... О тех словах, наверное, словам перевод, которые были сказаны мною. Вот такой вот стих. Времний. Тот человек, который не будет защищать свой пруд, честь, семью, богатство, перевод, с оружием в руках, он будет разбит. У него заберут честь, семью, богатство. И если он не будет причинять вред людям, тем самым показывая свою слабость, то люди будут причинять вред ему. То есть, ну, такой уже смысл, когда, да? То есть, если на тебя пришли с оружием, если ты покажешь свою слабость, тебе причинят только вред. Если ты будешь сопротивляться с оружием, у вас точно мудрость. Отражается она в вас или нет? Вот согласны вы, что если нужно защищать с оружием, у тебя разрушат все, заберут все. То есть, чем сильнее сопротивление, тем сильнее отдать. Очень сложно, потому что для меня это бесит до конца. То есть, у меня славянское мышление, мне вот это очень трудно. То есть, я, может быть, соглашусь. Не, ну да, это сразу и на слух просто не ложится. Да, потому что нужно слышать оригинал, да? Вот, только смысл. Но суть не в том, суть в краткости. Суть в том, что стихи лаконичны. Есть поэмы, конечно, да, великие. Вот, но мы будем говорить все-таки о лаконичности. Почему? У нас отображается каждый звук. В арабском тоже, но там не каждый звук соответствует написанию. Вот это азбука. Листочек, кому интересно, посмотрите. Значит, особенность написания письма в том, что есть буква, которая такая, достаточно большая, да? Уже руки все грязные. И вдруг мы тут вяжем, а в середине она становится короче, в конце и так далее, да? То есть, она укорачивается, становится другой. Вот, то есть, вот я примет приведу, свое имя. То есть, если по буквам по целым, то это будет у меня вот так. А если сливается, смотрите, как она собралась. Вот, наше письмо, у нас как идет, буква, потом идет дополнительно соединение между буквами и опять буквы. В арабском наоборот. Буква сокращается в соединении. То есть, она обрезается. То есть, вот эта вот буква, видите, вот она была такая. Она вот так вот обрезалась и слилась с вот этой, опа, и продолжилась. То есть, у них наоборот сжимается пространство при письме. Дальше пишется слева направо, да? То есть, мышление совсем другое. Вот, и теперь мы попробуем вот этот инструмент. Потому что вот у них именно тростниковая или бамбуковая палочка. Это бамбук у меня. Вот, вот попробуйте, кто первый. И мы вот, как бы, вот, когда он по кругу пройдет, но вы тебе листы? Нет. Вот. Что я вам предлагаю? Значит, я вам предлагаю. Значит, у меня есть это папа, мама, папа, мама. Вот. В арабском нету звука П, и у них баба. И мама. Баба. То есть, у них как бы, БП такая, как эта средняя. Вот. То есть, это самое простое, что вы можете написать, либо свое имя. Вот на арабском. Каждому я дала листочек, а тебе придется вот, если вы выберешь арабский шрифт, ну, опять же, я не знаю, Криста, как-то, Кристина, на сколько тебе? Потому что это будет, ну, длинная такая, да? И, как правило, вот, то есть, это одно слово, и буква, вот эта, которая у нас, как А, АЛФ, АЛФ, как-то вот так вот, переводится, ну, слышится, то есть, у них, у нас АБВГД, а раньше была АСБУКЕВЕДЕ, но у них тоже вот название букв, КАЛФА, вот, она как бы прерывает, то есть, это одно слово, но она прерывает, такое ощущение, что это не одно слово, да? А как мы делаем? То есть, она не имеет предложения, она вот черточная. Как делаются переходы из вот тоненького-тоненького, перо поворачивается прям толще? Это, это делается не тонким пером, да, это делается нажимом более вот, сейчас скажу, теперь перейдем к китайскому. Вот смотрите, вот визуальность стиха, это стих про чай. Пирамидка? Да, вот он уже, тебе даже не важно, что, да, что в нем написано, на каком языке это написано, уже визуализация стиха совсем другая, и китайские стихи, вот вы русские стихи где-нибудь видели, написанные, вот сейчас, вот постеры, вот, кстати, есть, да, вот здесь вот, вот что в постерах пишут, фразу какую-то, да, а ведь китайские, вот, китайские стихи, они именно визуальные, то есть, они, их украшают картинами, то есть, несколько иероглифов, и они висят на столе, они самые визуальные стихи, то есть, если наши стихи, они предполагают слово, но, что наши поэты делали? Они, вот, вспомните, сейчас я на... Вот, наши поэты рисовали, то есть, им не хватало картинки все равно, и у Пушкина, у Лермонтова на рукописях всегда картинки, что вообще такое стих? Можно ли с одного языка на другой язык перевести стих так, чтобы он оставил, остался таком же, как есть? Стих, это, вот, у нас воспринимается, в нем должен быть обязательно ритм, и рифма, рифма и рифма, да, то есть, два составляющих, а фактически, мировой стих, это красота слова, то есть, если ты создаешь красиво, красивое сочетание слов, это уже стихотворение, вот, раньше, например, ну, то не любые слова, да, сочетаешь, то есть, они мудрые, они должны, там, составиться в единое, и не во всех языках стих предполагает рифму, и красота стиха очень долго формировалась, и только со временем она стала, вот эти две составляющие, которые мы сейчас выставляем, как ритм стиха, а ритм стиха, чем у нас определяется, ударение, а во многих языках вообще нет ударения, как основной позиции, то есть, только в русском есть ударение, и слова, которые от ударения по-разному имеют смысл, а написаны одинаково, поэтому, вот это вот перевод с одного языка на другой стих, это очень сложно, то есть, ритмичность, в нашем языке красота слова в результате вот таким образом, хотя есть еще понятие белый стих, да, там же нет ритма, но он все равно считается стихом, потому что, если взять все мировое, да, все мировое творчество, то именно стих, я смотрела татарские стихи в этот раз в Казани, вот я была в сентябре, очень интересно, то есть, в конце предложения, вот, как рифма выстраивается, одно и то же слово, то есть, я по-татарски не читаю, но я же вижу, что это одно и то же слово, то есть, вот просто, чтобы рифмовалось, прям одно и то же слово, вот, ну, все, уже получилось, так, особенность, почему потребовалась краткость, вот сейчас уже, второй человек инструмент этот, почему сокращение такое, потому что, тростник, бамбук, пористый, он впитывает в себя, и в принципе, у тебя хватает махнуть, чтобы написать короткую, вот эту вот часть, потом требуется перемагивать, то есть, если перо у вас, вот тут вот, как я показывала, накапливает, и вы можете долго писать, то каламы вы писать долго не можете, от этого у вас начинаются формироваться слова, то есть, они пошли к тому, что, чтобы написать целое слово, именно этим инструментом, а другого на него не было, он это слово сжимал, и получается, что вот эти вот переходы, которые вот, да, я вам показала, арабский алфавит, что мы обрезаем для того, чтобы, в принципе, возможно, стало написать, потому что у нас, то есть, инструмент в результате сформировал стиль письма, и наш, и арабский, и, соответственно, китайский, а китайцы чем стали писать? Кистьями. Кистьями. Вот художник у нас, я так понимаю, есть, да? Когда кисть берешь в руках, да, когда кисть берешь в руках, то у тебя уже вот такие вот движения, нет? Ну, когда, вот вот такое есть, такие движения. Вот. То есть, мозог. соответственно, если ты видишь иероглиф, то мозог, его основное значение, да? То есть, соответственно, у нас инструмент, опять, может быть, они бы и звуками и хотели. Ну, вот они пошли кистью, они пошли через образность, соответственно, а как у них формировались иероглифы? это в окно. у них каждому иероглифу есть объяснение, каждому основному иероглифу есть объяснение. Дерево, вот дерево, да, то есть, в результате, вот они его так воспринимают. Китайский Новый Год сфинировал. Да, кстати, а вот роща, это много деревьев, понимаете? Вот, более сложно. Роща, вот луна, она тоже в окне, тоже окно, то есть, они в окно наблюдатели, Вот, поэтому, вот кто хочет, простые сначала попробуйте, вот, значит, способы написания. Когда вы пишете иероглиф, соответственно, роща, например, да, здесь есть порядок написания, чтобы у вас штрихи сложились. То есть, сначала, например, у него пишется, вот, самый простой иероглиф, не хотели, то есть, сначала первую черту, потом вторую, и, как бы, у тебя, вы увидите, что получится вот эта капелька, потому что ты будешь отрывать, и она сама, как бы, получится, да, то есть, вот, то есть, вниз, когда ты начинаешь, ты замираешь, да, вот так замираешь, у тебя получится капелька сама, потом штрихнула, вот, потом, оп, и опять за, то есть, здесь ты начинаешь с точки, а здесь ты начинаешь с маха, и замираешь на точке. соответственно, здесь ты не останавливаясь, нажимая на кисть, я потом отрываешь, вот эти вот, длинные, так получается, вот, попробуйте, попробуйте, выберите иероглиф, вот, в ту же самую тушь, конечно, той же самой тушью, вот, для иероглифов, лучше вот эту широкую, так, лист, и отсохнуть, ой, какая красота, то есть, тебе нужно войти в состояние, ты должен абсолютно успокоиться, вторая кисть есть, где она, я ее только что, вот она, конечно, все можно, все есть, то есть, тебе нужно абсолютно успокоиться, понять, где, как нажимать, какой нажим, несколько раз его оттренировать, и потом, когда у тебя будет, иероглиф, а смотри, как хорошо каламам, да, писать иероглифы, вот, нет, нет, ну, так, просто иногда бывает, знаешь, когда намочишь, ты можешь, да, вот, видишь, ты как художник делаешь, формируешь кисть, правильно, да, то есть, ты в воде можешь сформировать кисть, вот, но она тебе немножко, этот, можно я сделаю это? сделай, вот, чуть полегче, у тебя получится более тонко, видишь, уже все получается, все, и все сразу затихли, а посмотри, какая арабская твоя, вот, насколько она твоя, я просто слева направо, да, тебе легко писать, а у тебя есть корень как раз, да, вроде нет, вроде, как глубоко копнуть, насколько глубоко нужно копнуть, что тебе вот, этот инструмент, во-первых, левшатый, у них это приветствовать, потому что писать левшой удобнее, слева направо, ну, есть, тебе вот, видишь, как она, вот, эта штучка легче, и вот, которая, вот, так, ну, вот, видите, мы подходим, уже вперед у появились зашла, готова, так, теперь, а почему, лист, рисовать не надо уметь, то, ты знаешь, как у тебя это сказывается, нет, в том плане, что у тебя, ты чувствуешь кисть, нажим кисти, ты чувствуешь, да, так, переходим к нашим, уже к итоговым, значит, вот, почему я составила, и вообще, почему лист желтеет, отчего же лист желтеет, ну, вот, старые листы, господи, мне кажется, лиза, лиза желтеет, ну, ты, желтеет, я думаю, вот, лист бумаги, вот, я его специально застарила, потому что, чтобы у нас, ну, как будто это старинное, да, мы пишем старинные инструменты, как будто старая бумага, лист, из-за воздействия солнца, то есть, если вы оставите лист на солнце, кто был в нашей библиотеке, в современной, я, а кто был в какой-нибудь старой библиотеке, разница в чем? Уже теряем, теряем уже знания, вот, когда я захожу, меня это коробит, очень много свет, место хранения книг, никогда не содержалось свет, любые библиотеки, были старые, очень затененные, там шторы были какие-нибудь, такие вот, толстенные, да, вот, чтобы это самое, и что стояло на столах? Лампа с зеленым абажуром, то есть, если вы старую там войдете в библиотеку, то в читальном зале, вот, и еще, знаете, какая картинка все время, картинка Ленина, вот у Ленина еще вот тоже кабинет, у него стоит лампа, вот эта вот, с зеленым абажуром, почему зеленый? Успокаивает, это для нас боготворение. Кого успокаивает, бумагу? Бумага желтеет. Когда ты пишешь, что бумага. Бумага желтеет, я знаю, вот вопрос-то какой, видишь, ты от себя отталкиваешься, да? Нет, я не от себя отталкиваюсь. Нет, ты правильно психологически понимаешься. Я читала пользу природы для психического здоровья. Почему листья зеленые тогда? Хлорофим. Правильно, молодец, а для чего он будет? В смысле, для чего он будет? Для чего нужен хлорофим? Почему он зеленый? У листа порядка 6-7 пигментов. Летом больше хлорофила, но там процентов 70 его. И мы его как бы видим. Что такое цвет изначал? Цвет – это отражение, правильно? То есть зеленый цвет – это значит, что дерево не любит зеленый. Его отразило. Этот спектр, он вредит. Потому что целлюлоза к старению. И для лета – это защита. осенью. Убирается хлорофилл зеленый у дерева. Для чего? Чтобы лист разрушился. Потому что там тоже та же структура. А для чего листу разрушится? Обновенно. Практически да. Держит магний, железо, все микроэлементы в листе. дерево должно его убрать в корни. Оно убирает в корни, чтобы перезимевать из листа. Вот. И убирает зеленый, и лист разрушится. Ну, как бы дерево разрушается. Но там более сложный процесс, но проще говоря. Поэтому раньше в библиотеках не было света и зеленой лампы. И если вы делаете библиотеку дома, помните про это. Чтобы сохранить книги, мало света, зеленые затеннили. Ничего себе. Вот так вот. Поэтому вот, вот что нам может рассказать просто пожелтевший релист. Нас вернуть вот к этим. Потому что я смотрю, например, думаю, ну вот кто проектировал эту библиотеку, он уже это не знает. Библиотекарь, которые там сидят, уже они что, этого не знают? То есть место хранения книг, вот, а там много света. А о ком заботятся? О читателе, чтобы они сидели на полоконниках, читали там диванчик, и разложены. У меня еще говорят, что там белый свет и синий свет. А это очень вредно для глаз. Да, и в том числе вот. Это желтый. Вот это что разрушает. Вот, 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 про что нам может рассказать постаревший лист, пока мы писали. И мы подходим, сейчас мы выберем себе листочки, выберем стихи и будем их писать тем, чем нам понравилось. Чем мы захотим. То есть, чтобы итоговый наш результат он нас прям вот устраивал. Так. Творческий беспорядок у нас. Значит, про деток я сказала, что вот это расслабляет от того, что мы туда-сюда руку переводим, да, зрение переключаем, то есть от листа на чернильницу переводим зрение. И еще есть несколько моментов, которые помните. Значит, отношение к ошибкам. Современная ручка и современное печатное слово у нас меняет отношение к ошибкам. То есть, когда вы писали вот так, у вас в принципе тот, кто писарь, да, тот, кто писал, это были люди уже отсеянные. И они не должны были натренироваться, чтобы не делать ошибок. Потом, когда письмо стало массовым, то есть школы, да, всех стали учить, то требования продолжались такие же. И до сих пор вот этот вот вид письма психологически мы до сих пор требуем, чтобы не ошибаться. То есть, ты должен так нарисовать, да, чтобы не ошибиться. Но инструменты поменялись, печатное слово, что позволяет? Потом подправить. Да, стереть, убрать, убрать. Но отношение к ошибкам у нас осталось, да? Вот если вы меняете инструмент, отношение к ошибкам должно поменяться? Да, по идее, да. А оно у нас почему-то вот прям написано перрон, только попробуй сделать опечатку. Дальше. Вот вы сколько писали, вы же чем-то первый раз владели. Что нужно сделать, чтобы сделать кляксу? Вот ты сейчас перо подержали. Ну, резкое движение. Кто это может сделать? У Пушкина есть стихотворение про кляксу? Ну, если бы оно у него было в каждом этом... И черновики мы его смотрим, там нет клякса. То есть, вот возьмите перо, вот любое сейчас, и попробуйте сделать кляксу. У тебя не клякса, у тебя стекло. Когда стекает, нужна была как раз промокашка, то есть, чтобы засохло хорошенько, да, и вот промокашка, то есть, небольшие пятнышки. Чтобы поставить кляксу, это надо фигачить, баловаться. И спера с гусиного практически невозможно кляксу поставить. А можно поставить только с металлического, потому что оно гладкое, и оно скатывается. А спера, вот за счет ворсинок и своей структуры, в принципе, кляксу вот это, даже вот так вот, можно опрокинуть чернильницу. Но кляксу поставить невозможно. Но из-за того, что там были поры вот эти вот, вот ворсинки, были точки. То есть, ты макаешь, начинаешь писать, и от этих, такие вот точечки, ну, от ворсинок пера, и их потом срезали, счищали. Вот это вот было. Ты ответишь на это, да? Так, таки постараюсь. Не знаю, насколько вам соберу. У меня есть комплекс упражнений, когда мы пишем, как снимать напряжение. Вот. Так. Про инструмент. Как писал Пушкин? На чем сидел Пушкин, грубо говоря? Нет, ни на чем не сидел. Стоял? Пушкин писал стой. Были конторки. Конторки. И у меня, например, вот я, у меня, у старшего коленный стул, а у старшего, а у младшего, у меня, вот у меня сейчас, в четвертом классе, мы пишем до сих пор стоят. Да? Конторки. Сейчас тоже их можно купить. Стоячие столы. Вот. И... Потому что, когда ты стоишь, у тебя нет вот этого. Вот этого вот. Ты не можешь. У кого гиперактивные дети, они вот это... Вот когда ты на стуле, ты не ерзай, не ерзай. Как же не ерзать? Он в себе напряжение с тела снимает. А когда он стоит, он вот так вот перетоптался, и нормально. Вообще нет устала. Потом рисуют часто стоя. Да, рисуют. Продолжают у нас мольбертах, а писали тоже стоя. Вот. Писали стоя. И каллиграфы до сих пор некоторые работают стоя. Кто вот это самое? Дальше. Китайцы, они писали, знаете, как у них есть вот такая подпопник, и они вот так на коленочки садятся, и у них такой вот... Вот так вот они сидят, у них вот... То есть они на полу, но у них вот это вот, чтобы ноги не затекали, у них вот есть такой вид стульчика, то есть они как бы ну на карачках, можно это сказать. Ну, да, то есть наберите, посмотрите, как это выглядит. То есть поза имеет значение. И когда ты... Вот как раз коленные стулья, они тоже вот эту позу повторяют, и у тебя сразу спина выпрямляется. Нельзя сидя писать. Это сидя обучение, это для того, чтобы собрать большой класс. Чтобы они смирно все вот это вот рассадили. А еще делают эти стулья, которые без спинок. Да, потому что спина должна держать себя сама. Ну, меня вот не будет держать. Я сразу с коленцова уйду. А ты на колену пробовала сидеть? Нет, по коленцову не болят. А, ты из-за этого... Ну, там нет такой нагрузки. Ну, хотя вот есть... Наш мастер-класс. Все тут у нас... Мы заняли много пространства, времени, континниума. И нам не хвататься и не перезагружаться. Потому что вы вот видите, перезагрузку информации сейчас. Ну, все очень элитативно. Видать, да. Я еще вас отвлекаю. На самом деле, вы свои будут обновь. Мне очень интересно. Да, но это все равно отвлекает. То есть, если это делать там, да, это... Хочется одному побыть, чтобы... Красиво, как будто ручка пишет. Красота. Просто так аккуратненько выручает, а вот ручка пишет. Еще. Не получится этим пером. Она тонкая. Мечтаю о кляксе. Мечтаю о кляксе. Клякса, да, это искусство. Рукой вляпнись. Да. Смотрите. Здесь, скорее. Наше. Еще не люблю фиолетовый цвет. Ну, а что ж ты мне попросила? А, ну, я не знаю. Мне почему-то тоже хотелось серебряную. А, ну... Возможно, это стих такой. Ну, люблю фиолетовый. Я люблю фиолетовый, но у меня фиолетового ничего нет. Поэтому ты мне фиолетовый цвет сделала логотип. Нет. Это ты попросила. Так, печать готова? Печать. Все, печать. Ставь. Спасибо большое. Это мы с тобой искали цель. А, я забыла. Все, уже. Да, не бойтесь. Листы. А-а-а. А-а-а.